Чёрный код У всех наших сегодняшних героев яркое тому подтверждение. В физико-техническом институте Академии наук СССР работают молодые учёные Флёров и Петр Жак. Смелые новаторы науки открыли основу из тайн строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана. В уране скрыты сказочные запасы энергии. Щепотки урана было бы достаточно, чтобы зарядить ею паровоз на 10 дней. Замечательное открытие молодых советских учёных. Новая страница в разрешении самой интересной проблемы физики. Проблемы использования внутриатомной энергии. В погоню за таинственной энергией весь мир бросился с упоением. За этим открытием последует ещё одно, затем ещё и ещё. И это будет лишь началом всеобщего безумия. В результате которого человечество выпустит на волю страшного демона. И сделает оно это всеобщими усилиями. Продолжение следует... Это случится в августе 45-го. Хиросима. Нагасаки. Эти жертвы понадобятся Соединённым Штатам вовсе не для того, чтобы поставить точку во Второй мировой войне. Они понадобятся для того, чтобы сообщить. США — единственная страна, которая обладает уникальным ядерным оружием, способным поставить на колени не только Японии, но и весь мир. Пройдёт всего 4 года, и такое же оружие появится у Советского Союза. Так начнётся эра Холодной войны. Но это будет потом, позже. В 1939-м же году, когда удалось обнаружить самопроизвольное деление урана, учёные были полны радужных надежд. Они считали, что ядерная энергия — это величайшее добро, которое они дарят человечеству. Курчаток, Капица, Ландау были молоды. А нашему герою, Ивану Филимоненко, было всего лишь 15 лет. Он ещё не знал, что через 2 года добровольцем уйдёт на войну. И уж тем более не знал, что спустя всего 6 лет после войны, ему тоже суждено участвовать в этом ядерном безумии. Я занимался созданием ядерной энергетики, которая использовалась в космосе. И начинал, так сказать, с самых азов. Никаких не было данных, ничего. То есть самостоятельно пришлось разрабатывать очень крупные изделия. Вначале потребовалась дальность обеспечивать. Поэтому были применены бороводородные топлива, типа пентабаран и декабаран. Дальность чего? Ракет? Ракет, да. Но дальность только можно было обеспечить порядка 12 тысяч километров по тому времени. Поэтому я занялся разработкой ядерно-хеналитических установок. И одновременно проводил эксперименты. В результате этих экспериментов, чтобы эти изделия могли 40 раз огибать вокруг земного шара. Окончив факультет ракетной техники МВТУ имени Баумана и пройдя специальную подготовку по ядерной физике, Иван Степанович Филимоненко был направлен в 1951 году на сверхсекретное НПО «Красная звезда». Он не участвовал в создании атомных водородных и нейтронных бомб. Он разрабатывал реакторы для космических ракет. Именно участвуя в этих работах, он понял, что использование урана в реакторах – это путь, ведущий человечество к гибели. И он предложил другой путь. Путь ядерного холодного синтеза без использования урана. То, что это возможно, Филимоненко доказал уже в 1957 году, Разработав и создав установку, дающую излучение, которое подавляет радиацию, Производя одновременно электроэнергию, водород и кислород, А также пар высокого давления, который мог вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, Потому и не давала нейтронного излучения и никаких радиоактивных отходов. То есть была экологически абсолютно чистой. Для ее работы требовался лишь один источник питания – тяжелая вода. Уникальность этой установки заключалась еще и в том, Что при ее внедрении в промышленность в Советском Союзе можно было ежегодно экономить свыше 300 миллиардов долларов США За счет стоимости ежегодно сжигаемого угля, нефти и газа. Открывалась уникальная возможность спасти планету от радиоактивных загрязнений. Кроме этого, в том же 1957 году при создании своей энергетической установки Филимоненко открыл возможность создания ракетных двигателей и летательных аппаратов Без отброса массы, за счет отталкивания аппарата от магнитного поля Земли. Им была разработана установка с подъемной силой в 5 тонн. Это была первая в мире летающая тарелка. Взаимодействует она на заряженных дисках с магнитным полем Земли. В результате возникает лоренция сила, которая передвигает летательный аппарат. Бесшумная эта. Бесшумная, да. А скорость какая это будет? А скорость, можно первую, вторую и третью космическую скорость пересесть. Мировое значение работ Филимоненко первыми поняли академики Королев и Курчатов, которые при поддержке маршала Жукова обратились в правительство и в результате 23 июля 60-го года было принято постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС за номером 715-296, подписанное Хрущевым и Косыгиным. На нем была резолюция маршала Жукова. Будучи озабочен судьбой России, прошу подписать это постановление. В постановлении было записано, значит, три пункта. Это первый, разработка новых принципов получения, значит, энергии, разработка новых принципов получения тяги без отброса массы и разработка новых принципов защиты от ядерных излучений, то есть подавления радиации. Я вот над ними работаю. Ивану Филимоненко, не имеющему даже звания кандидата наук, были даны полномочия, которыми в то время не располагал ни один академик в Советском Союзе. Около 80 крупнейших оборонных предприятий страны выполняли любое указание ответственного ведущего конструктора Ивана Филимоненко. Но умирает Курчатов, затем Королев, отправляют в отставку Жукова. Ивана Филимоненко отстраняют сначала от должности ответственного ведущего конструктора, а затем и вовсе под видом сокращения штатов увольняют. Это случится в 68-м году. Те, кто организовывал ваш уход, ваш уход, отстранение от работы, они сочли, что вроде бы вы все уже сделали, что нужно, они уже... Да, ну, практически, значит, было так, что, значит, все экспериментальные обоснования, чтобы создать, значит, такие аппараты, уже были сделаны. Отсюда, значит, люди поняли, что больше, значит, работать не нужно. Осталось только, значит, заставить коллектив, чтобы он, значит, и сделал, значит, и тогда, значит, готов дырки, значит, на... Ну, это дырки нового, ученые степени и тому подобное, значит, вот. Чтобы завершить работу над летающей тарелкой, нужно было еще три года. Чтобы ввести в действие уникальную, до сих пор не имеющую в мире аналогов, установку по нейтрализации радиации, хватило бы и нескольких месяцев. Не успел. Не дали. Он был подло подстрелял на самом взлете. Он еще не верил в происшедшее, считал это недоразумением, обращался в ЦК. Но те, кто его увольнял, знали, что делали. Открытия Филимоненко были таким лаковым пирогом, от которого по кусочку досталось бы многим. А каждый кусочек — это для кого-то докторская диссертация ученых степен, для кого-то звание академика, а для кого-то и золотая звезда на грудь. Но случилось невероятное. Без Филимоненко довести до конца его разработки по летающей тарелке и установке по подавлению радиации не удалось никому. И в итоге страна, как и весь остальной мир, так и не смогла встать на более дешевый и более безопасный путь развития. Вместо холодного ядерного синтеза был избран губительный ядерный реактор. Если бы вот получилась такая картина, что не умер бы Курчатов, не умер бы Королев, не умер бы Жуков, то все это мы бы сделали. Ну вот... И страна бы сейчас была другой. Совершенно... И мир был бы другим. Совершенно другой. Была еще одна причина устранения Ивана Филимоненко, точнее несколько. Начиная с 1955 года он ведет научную исследовательскую работу по оценке радиационной опасности атомных и тепловых электростанций и испытаний ядерного оружия. А также применение ядерных установок на космических кораблях. Благодаря подробному докладу на 46 страницах, представленному моим ЦК КПСС, удалось остановить программы запуска космических кораблей на Юпитер и Марс, несущих на борту ядерные реакторы с большим количеством урана. В случае аварии при запуске или при возвращении их на Землю, радиационное заражение было бы равносильно 600 ядерным взрывам в Хиросиме. Что, кстати, было подтверждено аварийным падением трех искусственных спутников с ядерными установками на борту. Остановка программ полетов на Юпитер и Марс вызвала гнев академиков, которые разрабатывали проекты ядерных энергоустановок для этих программ. Была организована травля Филимоненко, которая закончилась полным отстранением ученого от работы. Но он успел доложить в ЦК и правительство о масштабах радиационного загрязнения окружающей среды за счет работы атомных и тепловых электростанций, а также о неизбежнице смерти для всего человечества в случае неограниченного продолжения испытаний ядерного оружия. Но никаких мер по защите населения от радиации принято не было. Ни в Советском Союзе, ни в других ядерных державах. Хотя уже через несколько лет после проведенных в атмосфере ядерных взрывов, в СССР было проверено содержание радиоактивных веществ в воздухе, земле, пище и в организме людей. А данные были таковы. Выяснилось, что территории Советского Союза атмосфера и продукты питания загрязнены радиовизотопами, которых в костях детей в СССР накапливается в 4 раза больше, чем у детей в других странах. Килограмме хлеба оказалось вдвое больше радионуклидов, чем в литре молока. Но эти сведения были засекречены. А сам Филимоненко, после того, как он высчитал, что каждый блок каждой атомной станции, даже при работе в безаварийном режиме, ежегодно вырабатывает около 10 миллионов тюри радиоактивных веществ, например, радиоактивный газ Криптон-85, который выбрасывается в атмосферу, его обвинили сумасшедшему и упрятали в психушку. Благодаря усилиям ученых, через месяц Филимоненко освободили. Но дело было сделано. Отныне все, что говорил Филимоненко, можно было смело опровергать. Мол, чего вы хотите, это же сумасшедство. В условиях холодной войны, когда каждый из противоборствующих сторон стремится во что бы то ни стало опередить соперника по количеству и мощности ядерного оружия, любое публичное сообщение о том, чем это грозит человечеству, воспринималось чуть ли не как предательство интересов государства. Да и не очень-то верили наши правители расчетам ученых. Да что там правители? И простой народ не верил в это. Нужны были доказательства. И они были предъявлены.